Боевой вертолет Ми-35М капитан Кубиген Мрозатаев называет ласково своей голубкой. Между тем, эта голубка считается одной из самых сильных боевых машин. Капитан уверяет, что с помощью таких вертолетов нашей стране не опасны враги. В настоящее время летчики авиабазы воинской части 55-652 готовятся к Параду Победы. Восемь военных вертолетов и самолетов покажут свое мастерство в небе над Астаной. Преимущество вертолетов. Новые приборы находятся электронные. Находится в этой кабине два ЖК-экрана. Одни пилотажные. Можно включить один навигационный. Преимущество. И двигатели. Мощные у них 2 500. Ми-35М выпускается в России. Машина оснащена многими современными функциями, которые помогают вести бой в сложных условиях. Пилоты высшего класса с этой техникой на «ты» благодаря регулярным учебным подготовкам. Вертолет Ми-35М оснащен двумя двигателями. Может разогнаться до 300 км в час. Здесь могут поместиться 5 человек плюс 2 пилота. В нашей стране только 4 подобных вертолета. Самое интересное, вертолет оснащен гироскопической системой прицела. Здесь установлены тепловизоры и 3 видеокамеры, которые могут определить цель в любое время суток. А это Ми-171H. Вертолет по своим показателям отличается от Ми-35М тем, что имеет дополнительную возможность по перевозке грузов. Эти птички, как их называют пилоты, тоже примут участие в параде. Во время парада непосредственно наша авиационная база, будем представлять именно два звена вертолетов. Это вот новые, которые стоят за моей стеной. Вертолет Ми-171Ш, они будут проходить клином. Будет 5 вертолетов. И вот вертолеты Ми-35М будут также. Боевый порядок будет клин. Слово, прямую трансляцию парада можно будет посмотреть онлайн в интернете. А также на республиканских телевизионных каналах.